Привет солдаты и солдатики, с вами как всегда Пламбер и мы начинаем новую рубрику топчик из топчика в Call of Duty Mobile. Друзья, ну а начнем мы пожалуй с трех топовых штурмовых винтовок, которые можно часто встретить в рейтинговых боях. Это БК-57, М4 и ЛК-24. У них схожие характеристики и мы с вами посмотрим и сравним это оружие между собой до обновления и после нерфа М4. Итак, для начала мы сравним М4 и БК-57 до седьмого сезона Call of Duty Mobile. Что можно сказать о том, что М4 только превосходит в точности БК-57. По урону, дистанции и темпу стрельбы превосходство у БК-57. И это уже заявка неплохая. Хорошо, теперь посмотрим что же вышло после обновления. Видим у М4 темп стрельбы увеличился, точность немного уменьшилась, а у БК-57 все как было, так и осталось. Ну и делаем выводы. После обновления БК-57 превосходит только на две позиции. По урону и в дистанции. М4 превосходит в точности. Темп стрельбы у М4 увеличился и они стали равными, как и у БК-57. Ну а точность, друзья, это немаловажно для начинающих игроков. Давайте разбираться дальше и сравним БК-57 и ЛК-24. Здесь уже интереснее. Почти все характеристики равны. И эти орудия не намного превосходят друг друга. БК выше по урону и темпу стрельбы. ЛК выше в точности и дистанции. Но разница не очень большая в показателях. Вот такая тройка у нас. М4 выше всех в точности, выше ЛК в темпе стрельбы. ЛК выше немного по урону и в дистанции М4. Анализируя эти характеристики, можно сказать, что на первом месте БК-57, на втором месте М4, так как разница с ЛК в дистанции не особо решает в игре. А вот темп стрельбы и точность дают свои плоды. Ну и на третьем месте ЛК-24. Многие сейчас скажут, блин, просмотрел видос и ничего нового не узнал. Этот пломбир Америку открыл что ли? Ну давайте, друзья, тогда посмотрим дальше сравнение. Как нам видно, БК-57 и ЛК-24 имеют большой разброс. М4 вообще четко. И это оружие в стоке без модулей. Сделан ролик был до обновления. Давайте посмотрим после обновления, что-то изменилось или нет. Как мы видим, бойцы, БК-57 и ЛК-24 разбросом особо не радуют. Как он был большой, так он и остался. А вот у М4 разброс еще меньше стал. А все потому, что разработчики увеличили темп стрельбы. У М4 разброс был не такой уж и большой перед обновлением. А из-за того, что еще увеличилась скорострельность после обновы, разброс еще меньше стал. Тем самым оружие просто стало еще имбовее. Подведя итоги, я все же первое место отдам М4. Тот же урон можно увеличить с помощью модуля на оружие с улучшением способности пули. Дистанция, лично мне, она неощутима на этом оружии. М4 прекрасно и с точностью дамажит на дальнем расстоянии. Ну а на втором месте остался БК-57, на третьем ЛК-24. По сути, у них разница небольшая, но все же, я думаю, второе место возьмет БК-57. Вот такой вот видосик, друзья. Это был первый выпуск рубрики Топщик из Топщика. Оцените труд лайкосиком и, естественно, подпиской. В описании есть ссылка на нашу группу ВКонтакте, где очень много полезной информации в мире игры Call of Duty Mobile. Ну а с вами был Пламбер. Всем крепкого здоровья и побед не только в играх, но и в любых начинаниях. До новых встреч! Это американская М4, утяжелённая версия М16. Британские войска специального назначения использовали её в качестве оружия поддержки пехоты. Здесь тот же тип магазина. Два режима ведения огня. Очень эффективное оружие. Вообщем. Есть ли он?